Украинский IT за недолгие годы свое существование превратился в такого себе гадкого лебедя, какого прекрасного, прекрасного лебедя, трехконцентного ВП. Почему это случилось? Из-за того, что мы вышли на международный рынок. Конечно же, это повлияло на зарплаты и уровень жизни наших айтишников. Но это служит основной причиной людей, которые пытаются войти в IT. Как войти в IT и начать жить? Сегодня мы об этом поговорим. Я смотрю, тут знакомые лица. Кто из вас работает в IT? Поднимите руки, пожалуйста. Попробуем. Но, к сожалению, эта лекция не для вас. Пожите уходить. Нет, не уходите. Все остальные, которые, в принципе, заинтересованы или когда-нибудь заинтересуются этим, они уже вас видели. Вам не надо ли не отпуститься от их вопросов, как войти в IT, дружусь. Следующий слайд. В общем, первое, что вам нужно устроить, это тайтлы в IT. Ваш тайтл, это, по сути, то, что вы будете делать. Если вы себя называете разработчиком, ну, значит, все, вы делаете код. Если вы вдруг себя начали называть QA, тестером, все, вы уже, типа, перетестируете. В общем, суть в том, что чем войти, как бы нет какого-то там очень сильного распределения. Вот я только делаю код, а я только делаю менеджмент. Поэтому я бы сказал, что есть более технические и более менеджментские тайтлы. И, в общем, вокруг этого будем сегодня вертеться. Следующий слайд. Это, конечно же, разработчик. Тут, в общем, должно быть немного другое оформление, но вы поняли. Вот. Разработчики, ну, все знают вкутки разработчики. Это программисты, кодеры, короче, чуваки, вот такие. Они пишут код, как-то там что-то делают, и на них, в принципе, на них вертится весь IT. Без разработчиков бы ничего не было. Если брать особенности украинского IT, то 85% наших компаний – это аутсорс. Что это значит? Значит, что мы берем и продаем часы, человека часы наших разработчиков за границу, и вот так это все работает. А только 15% – это какие-то продукты, там, типа Uber или что-то, чего-нибудь другого. То есть то, с чего можно зарабатывать деньги, не прямо из услуг программистов. Дальше, следующий слайд. Дальше есть quality assurance. Это тестеры. Это те люди, которые берут ваш сайт, ваш проект и так далее, берут и просто начинают там все ломать, пытаться сломать. А хорошие тестеры, они еще пишут для этого автотесты. Это такие штуки, которые запускаются каждый раз, когда ваш тестер хочет что-то сломать. Следующий слайд. Сисадмины. Ну, сисадмины. Все тоже знают, что такие сисадмины. Это вот такие вот милые чувачки, которые сидят там в дата-центре или там в коптерке вашего офиса, без которых этот дата-центр бы не работал и без которых ни один офис сейчас не обводится. Они будут вам настраивать компьютеры, ремонтировать принтеры, в общем, все, что делают сисадмины. Ну, это так, гипертопировано. Кто сейчас сисадмины, простите. Следующий слайд. DevOps. Development Appropriations. Это чуваки, это уже не сисадмины и уже не разработчики. Это люди, которые, по сути, исполняют все, автоматизируют все операции, которые нужны для выпуска каких-то продуктов. Они запускают те же автотесты там каждый раз, когда что-то выгружается, чтобы было понятно, что ничего не сломалось. Они настраивают веб-сервера и, в общем, все это окружение. Все, чем не хотят заниматься КИА и девелоперы делают девопсы. На самом деле им за это платят даже больше, чем КИА и разработчики. Поэтому есть смысл после какого-то времени в карьере разработчика переходить в девопс. Следующий слайд. Дизайнеры. Дизайнеры, ну все, все знают какие дизайнеры. Они есть повсюду. Они там разрабатывают машины. Разрабатывают машины, там дома, проектируют. В общем, все, да. И если вы, в принципе, дизайнер хотя бы чего-нибудь, то вы можете стать дизайнером интерфейсов или дизайнером веб-сайтов без проблем. То есть просто там потратьте какое-то время на обучение, все, вы UI-дизайнер. Получаете там в пару раз больше, чем графический дизайнер. Просто потому, что вы это как бы не печатаете. Следующий слайд. Пиамы. Пиамы бывают разные. И не бывают трожих и продукт-менеджеров. В аутсорсингах компаний, вообще, не только аутсорсингах, в общем, не продуктовых. Компания это те люди, которые, в общем, заправляют всем этим процессом. Хорошо, есть 5 программистов в команде, есть QA, есть DevOps. И они организовывают ихнюю работу. И в чем разница? В том, что project-менеджер отвечает за проект, как ни странно. За какие-то там взаимоотношения с клиентом. За вовремя сданные узкие работы подряд, в общем, эти всякие штуки. А product-менеджер, у него как бы другая цель. В продуктовых компаниях, где они работают, выпускают продукты, типа там, вот, MacBook, Uber тот же и так далее. И у них суть. Product-менеджер отвечает за продукт, за релиз какого-то части этого продукта, если это большой продукт. И если он не справится, там, вот, MacBook не презентовали, там, на презентации Apple, то его уволят, скорее всего. Ну, вот, тоже такая работа. Следующий слайд. Наташ, да. Кто из вас хоть, не знаю, хоть что-то продавал в лобозаре, когда нет? Когда не было. Час. Вы думали продавать сайты? Нет, серьезно, если у вас есть хорошее знание английского, и вы хорошо продаете, ничего вам не мешает взять и продавать продукты, проекты и так далее, вот, за доллары, три дорого и так далее, и зарабатывать на этом хорошие деньги. Это прибыльнее, чем продавать куртки на базаре. Следующий слайд. Офис-менеджер. Ну, если вы вообще ничего не умеете, но знаете хорошо английский, это важно, тогда вы можете стать офис-менеджером. Чем занимается офис-менеджер? Он покупает печеньки, шарики для настольного тенниса, кофе и заправляет всем этим так, чтобы все офисы были довольны вообще офисом. Ну, это, короче, тема про затабливание и так далее. Ну, очень часто, особенно вот в Хмельницком, офис-менеджер, это еще English teacher, который по совместительству обучает людей английскому. Так что, если у вас английский хорош, офис-менеджер у вас в путь. Следующий слайд. HR. HR. Кто такие HR? Human Resources. Да, тут не видно, просто вот что-то с презентацией, ну, там было видно все. Короче, неважно. Кто такие Human Resources? Это люди, которые вас, по сути, нанимают на работу. И вообще, не только нанимают на работу, а и дальше ведут вас как кадр вот в этой организации, в их организации, да. В общем, это тем, чем они занимаются. Просто если вы Human Resources какой-то другой компании, не IT-шной, вы будете там зарабатывать деньги на том, что вы нанимаете сотрудников. А в IT, особенно аутсорсном IT, все как бы наоборот. По сути, вы купяете коров, которые приносят вам деньги. Потому что, ну, продают человека часы. Чем дороже вы купите программиста, в скобках, корову, тем дороже вы ее сможете продать. Поэтому, вот, очень важная работа, на самом деле, и очень прибыльная тоже. Это как сейлс, только типа наоборот. Только с медами. Да. Торговые меди. Следующий слайд. Направление. Ну, направление бывает разными, как и ProBetHare. Вот. И там, веб, мобильная разработка, и, в общем, еще куча. Там, GameDarge и так далее. В чем разница? В том, что чем более у вас технический тайп, тем тяжелее вам будет сменить направление. Если вы, вот, работали Android-разработчиком, и тут вдруг вам пришло в голову, хочу писать веб. Если вы, там, сеньор, 10 лет проработали. У вас, как бы, сразу понизит, там, джуна, там, один entry-level, там, зарплата в 10 раз меньше. Вот. Ну, не в 10, но, типа, да. Вот. И это очень нужно думать. Но если, с другой стороны, у вас такая не техническая специальность, у вас, там, в сейлс, вам, что продавать приложение, что куртки, что, вот, веб. Вам особо разницы нет. Хорошо, следующий слайд. Вот. Этот слайд, на самом деле, самый главный. Если вы не знаете, почему вы хотите попасть в IT, не попадайте. Вот. Если у вас цель заработать больше денег, или вы хотите, вот, с утра вышли на работу, там, в 11 дошли туда, поиграли, там, настольный теннис, потом пошли в зал за счет компании, потом на курсы английского языка, а потом, там, может, где-то к 4 пошли домой, то это тоже не для вас. Это условия работы, да, они хорошие, но если вы идете в IT, ради зарплаты и условия работы, тогда вы провалитесь. А почему провалитесь? Следующий слайд, потому что, чтобы быть успешным в IT, нужно постоянно расти. Расти в смысле развиваться, делать что-то новое, изучать новые технологии и так далее. А почему? А потому что сам IT очень быстро растет. И вам нужно просто его обогнать. Если вы это не делаете, вы стоят на задворках этого общества, и вас когда-нибудь выгонят оттуда, и все, и вы как бы уже неспособный работник. А почему это нельзя сделать просто мотивируясь деньгами? Потому что это такой себе стиль жизни. Вам придется работать 8 часов в день, потом после работы что-то новое изучать, потом ездить по конференциям и так далее. В общем, этому очень нужно много придать внимания. И если вам это вообще не интересно, вы просто не будете этого делать. Следующий слайд. Научиться, как и где. Давайте сначала, где не получится. Не получится, вы не верят. Вот реально, кто из вас учился в универе, где-то профильном, и чему-то научился? Есть кто-то такие? Нет, в IT. Да, но это кто-то такое, это знаешь, как дилет. Вот, то есть если всерьез брать, я вот выучусь, 5 лет потрачу, пойду в университет, выучусь, потом сразу пойду на работу, нифига, так не будет. Вам нужно будет самому что-то изучать. Дальше, научиться также не получится в так называемых курсах с нуля, где вам говорят, вы там 2 месяца, походите туда и станете программистом, будете денег зашипать. Тоже не получится, это неправда, это тоже какой-то там entry level. Это как универ сжатый в 2 месяца. Ну, это лучше, чем универ, по крайней мере. Да, вот. Дальше, где получится научиться? Вот, самому получится научиться, идете в Google, вбиваете. Я хочу стать дизайнером, что мне делать? Вот. И начинаете это все гуглить, разбираться и так далее. Также получится, если у вас есть какой-то там чувак, который знает все уже и вот работает давно, он может стать вашим ментором. Ментор это такой, ну, это чувак, который знает все и готов вам помогать с этим. Это тоже хорошо, но не надейтесь, что он будет вас учить как универ. Он будет вам давать какие-то задания, их проверять максимум. Еще можно найти такую штуку, когда ментор собирает какой-то типа класс, тоже таких-никаких ребят, entry level, и вот тоже, вот как бы преподает им. Тут очень играет роль групповая ответственность, команда, и как бы вы вместе, хотя ничего не знаете, у вас получается прогресс за счет того, что вы друг другу помогаете. Есть еще bootcamp, это типа стажировки, вот такие штуки, но они требуют какого-то уже хорошего уровня, подготовленный человек должен быть. И обычно лучших сотрудников после этого нанимают на работу. Еще есть вариант курса, но уже не таких, что они, знаете, там рассчитаны с нуля. Они подразумевают какую-то подготовленность студентов, и они там рассчитаны на долгий период, и там реально могут что-то научить. Следующий слайд. Вот. Ищем работу. Как искать работу? Пишем резюме. Резюме должно быть на английском языке. Почему на английском? Потому что весь украинский IT, как ни странно, на английском. 85% аутсорсинговых компаний, это значит, что вам придется говорить с вашим заказчиком ртом, голосом и вообще мимикой, ну на английском. Даже мимикой на английском? Да. Ну, пошли. Да, дальше, дальше делаем профиль на линкедине. Кто знает, что такое линкедин? А у кого есть? Вот. Заведите обязательно линкедин. Это такая штука, где вы можете запостить свой профиль. Вот я такой хороший. Короче, это очень длинное ваше резюме. Ну, резюме, как бы она считается, резюме это короткое. А это вот длинная фигня. Вот, заведите ее, и все human resources будут вас просматривать, добавлять там, типа, в контакты, ну как, друзья. Добавленные. Да, вот. И потом, через какое-то время, они начнут вам слать офферы, типа, вот на собеседование, вот типа такого. Дальше, вот мы, типа, сделали резюме, сделали линкедин. В резюме обязательно укажите ссылку на линкедин. Дальше мы просматриваем джоп-борды. И, в общем, если вы ищете там вакансию джиньора, потому что вы сами джиньор, это не важно, шлите свое резюме всем подряд. Вот, когда-нибудь эта компания, даже которая ищет сеньора, она когда-нибудь будет искать джиньора. И тут, оп, ваше резюме. У них база уже, и они первые, первые, к кому они обращаются, это вам. Поэтому не важно, просто спарьте своим резюме. Далее, вас, вам повезло, вас пригласили на интервью. После того, как вы писали резюме, что вы делаете? Вы гуглите весь список часто задаваемых вопросов на ваш тайтл. Нет, это, что вы ржете, это серьезно, то есть их задают, это не прикол. Их реально задают, те же интервьюеры гуглят тот же список. Да, и задают их. Поэтому, как можно лучше их выучите. Вот. И идем на интервью. Так бывает, что вас не взяли после него. Не расстраивайтесь, подучите, что вы провалили. И повторяйте это все заново. Вот. И следующий слайд. И полезные штуки на сегодня. Это Do.ua. Это украинский портал айтишников. Вообще, это похоже, что-то похоже на правсоюз вообще. Это то, где вы можете пожаловаться на вашего нанимателя, на HR, который вас добавил в черный список или что-то типа такого. В общем, тут есть куча полезных статей. И это все ориентировано как раз на украинский IT. Потому что это украинский ресурс. Дальше. Коды Катами. Это курсы на английском для всяких технологий. Они заменяют курсы с нуля, знаете. Они интерактивные. Все, что вам надо, это читать по-английски и делать, что там написано. И вы как бы немного прокачаетесь. Но это тоже. Это entry-level. То есть не считайте. Дальше есть Haber. Это русскоязычные статьи. Это тоже большое комьюнити, в котором вы можете валиться, тусить и так далее. И есть Stack Overflow, это для программистов, это где вы можете задать любой вопрос. В общем, у вас чуть-чуть не получается, вы задаете вопрос, вам отвечают. И следующий слайд. Это все на сегодня. Я Виталик Панчук. И до новых встреч. Сразу вправо. Вот этот сайт, который длинное резюме, он читается как LinkedIn, не LinkedIn. Потому что потом очень будет сложно его найти. LinkedIn. Да. Звучит, как название? LinkedIn. Да. Вопрос такой. Какие технологии вы поиками будете? Ну. Какие технологии шаги? То есть можно, например, взяться за одну технологию. Оказывается, что эта технология очень сильно плет. Хорошо. Какое направление? Какое вы направление хотите в свой твак? Или мобайл? Или там еще? Не. Просто вопрос вот к вам как-то в лектору. Вот вы говорите, выйдете в IT. Вот. Вот. Какое самое легче всего войти? Легче всего войти? Легче всего войти в фронтенд верстки. Ну, это такое. Это палка от двух концов. Потому что, если вы войдете в верстку, то вы там... В верстку не выйдете. Да. Вы оттуда не выйдете. Ну, реально, за полгода хорошей такой работы после основной работы, если вы где-то работаете, или там после учебы. И вы можете искать работу, и вас найнут, и будут платить, как платят верстальщикам. Но проблема в том, что верстка это, на самом деле, это не совсем кодинг. Это не одно и то... Ну, как бы называют HTML кодинг, но это не совсем разработка. Поэтому, если вы захотите потом работать разработчиком, вам придется учить программирование. Как на самом деле программирование? Да, все остальное, короче. Вот. И это все остальное очень многим людям, ну, как бы неподъемно. Хорошо. А если по программированию? По программированию? Ну, по программированию я бы рекомендовал сейчас веб-разработку в фронтенд. Потому что это тоже такой себе... туда попасть легче всего, туда сейчас очень много людей нужно, особенно в Украине. И... Ну, как разработка в фронтен, это более конкретно? Ну, JavaScript. JavaScript, вот... Да, AngularJS, React. В общем, AngularJS, второй уже, или там четверки, который вышел, React. Дальше Vue. Vue рекомендую очень сильно. И что там... А! Дальше Ember и Angular1, они уже выходят из игры, лучше их не начинать. Вот. Ну, если вам хочется больше походить, можете идти в Backend. В Backend выбирайте любой на выбор, PHP, Python, Ruby on Rails. В общем, советую. Да. А что ты скажешь нарахунок того, что зараз дуже потребнее фуллстак программисты? Ну, что ты думаешь нарахунок? Ну, фуллстак программисты, они удобны, но это тоже палка двух концов. Это человек, ну, у нас в мире вообще, в IT-мире преобладает все-таки специализация. Если вы хороший в чем-то одном, но хороший, вы классный кадр. Если вы фуллстак разработчик и не шарите нормально ни фронтенд, ни бэкенд, то грош вам цена. Фуллстак разработчик это, по сути, такой мастер на все руки. И если вы не этот мастер, то, ну, если вам неинтересно что-то делать из этого одного, из фунтанта или бэкенд, или даже очень часто фуллстак разработчики еще и переставят, и в общем, все они делают. Они нужны на маленьких проектах, которые, типа, ну, как бы, простите, у нас там бюджет на одного разработчика, дайте нам фуллстак. Это как-то, дайте нам на 50 копеек за неделю. Виталий, вроде меня тоже, ну, цикавый, у меня он в истории. Я кучала у себя двое варенье в IT-сфере, потому что, по трех уроку, на трех уроках ты этим занимаешься, и шив ты на целях часа. Ну, я этим занимаюсь еще с тех пор, когда я был ребенком, я первый раз попробовал Паскаль, мне затянуло, я потом в школе ходил в кружок программирования, и там я даже хотел на Олимпиады, мне было где-то, не знаю, лет, наверное, 12, 12, где-то так. Я пошел на Олимпиаду в универтаж, там были чуваки там по 20 лет, и я с ними соревновался. Окей, и ты поступал, ты потом, ты навчаешься? Да, я учился в Миницком политехническом колледже, сейчас я как бы учусь в нашем универе, ну, знаете, как в нашем универе учиться. Да, и как бы я скажу, наш колледж, он хорош в том, что если у вас нет этого антрилевела, вы в детстве не программировали, это круто, вам помогут там научиться. Ну, больше не надейтесь. А универы и поданы, там. Окей, я еще хотела дать такую инфу, возможно, кто-то слышу, возможно, кто-то не знает, вы ведущую, что я в этой школе, в Унифекторе звается. Да, да, да. Насправді я туда попала и зрозумела, что это бау, наверное. У вашей атмосферы просто там очень много crazy людей, которые реально живут эти. А знаете, в чем фишка? Чем? Нет, преподавателей. Так, это школа без лекторів и онлайн. Приколу в том, что в этом есть рабочие места, это как бесплатный поговоркинг, и бесплатно тебе дают завдания, какие ты должен пройти там щодня. Что бы потрапить до этой школы, нужно пройти онлайн-тестирование, и, по сути, это не имеет отношения к программированию взагалі. То есть, ты можешь пройти туда абсолютно чистым листом, и начать учиться там. Короче, это круто штука, забуглить, и, можливо, кто из вас будет включаться там. Это будет круто. Окей, все, дякую. Дополнение. Давай. Которые отлично питания, наскільки реалістично взагалі войти после какого-то вот этого курса или по entry-level подготовки как фрилансер, не через путь компании? А, как фрилансер? Ну, в общем, это очень, знаете, правда про индусов. Простите за какой-то расизм, но они так делают. Они на самом деле так делают. Они берут там минимально, ну, если считать там, по мировому рынку, минимальный там рейд 5 баксов, например, и делают то, что обычно люди делают за 25 баксов в час. Но они это делают кабу-як, вот, именно из-за того, что они там поступили в этот курс. Курс, вот, как фрилансер, вы можете даже без этого entry-level там начинать, там, даже есть, типа, там, реальная работа, там, заполнять какую-то там админку, там, Excel наполнять. В общем, это вся фигня. Вот, ну, вы можете даже без этого entry-level туда попасть, вот этот фриланс. Проблема в том, что вам, ну, как фрилансеру, вам будут выполняться заказы, и вы начнете себя поднимать в рейде. И один момент получится так, что рейд у вас высокий, потому что вы не можете справиться с тем количеством заказов, которые в вас попадают, а вы на этот рейд вообще некомпетентны, и заказы начинают меньше, 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 и вам приходится скидать рейд ниже, 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 а уровень жизни уже не тот, вы уже там Mercedes купили, и вот это вся проблема. Лучше с этим не шутить. Вот, если у вас entry-level, докачайте его до джуниора, или хотя бы до трени, и найдите себе работу. Фриланс лезть без опыта, это плохо. Спасибо. Ой, и шо, давай. Я Ruby on Rails, вообще я Ruby разработчик, ну, в частности, Rails разработчик. Я фрилансер, я пользуюсь такими технологиями, как Ruby on Rails, Ruby, Rails, и вообще атак, я немного знаю Angular 1, я вообще совсем чуть-чуть знаю про React и Vue, и так, entry-level знаю спички. А почему Паула был выбран на рейдсу, а не, например, на синхроне, или на джанре? Просто потому, что я себе в один момент решил, что я перехожу на Ruby on Rails, мне понравился язык Ruby, я вот выучил Ruby, выучил Rails, и все. Вот мне просто понравилось, вот я не знаю. Такой вопрос, когда начинаешь, а вот как выучили? Вот хочу выучить Ruby, хочу выучить... Другом говоря, для того, чтобы быть, надо владеть хотя бы одной технологией, одним кремлером, будь то это там Web Django, будь то там мобильная, короче, гадрия, для такого Touch, или что-то... или Android. Рейдсу очень-очень. Отвечаю на ваш вопрос. Я что сделал? Я скачал книгу Пауруби и скачал книгу Пауэллс. Прочитал я их, сделал пару пэд-проджектов, потом я нашел работу, которую я считаю не был достаточно компетентным для нее, но я все равно нашел работу, мне платили деньги и я там научился, доучился вместе с как бы моим кем-лидером. Ну, на практике учишься. Да, на практике. Ну, то есть, в общем, читаете теорию, разбираетесь, а дальше делаете все, что вам придет. Калькуляторы, сайты, блоги, короче, все, что не нужно, уже сто пятьсот раз сделали, но вы это сделайте еще раз. Сами, руками. А где-то лотарелка или лотичер? Как? Ну, в лотарелке или работа, если на нашли работу? Да, в лотарелке нашел в лотаре. Да, на лотарелку джуниора вообще не едет. Это не важно. Хорошо, спасибо, Виталик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!